Девушки отдыхают Давайте уже посмотрим, блядь, ролик Дани Кашина нахуй Купил все кроссовки Ефремова и сжег Брак, ложь, грязный хайп Про меня Совсем недавно я приобрел Nike Dunk Low в магазине Егиты Ефремова Чтобы вы понимали, про эту историю я не ебу, собственно, вообще нихуя Да, с Даней Кашином общаюсь, но, блядь, про эту историю я первый раз услышал вот недавно То, что он купил то ли паленые, то ли неоригинальные кроссовки Там за очень много денег Очень много Нихуя себе у него кроссовок Я так сейчас посмотрел, блядь, нихуя себе Ебать, блядь Ебать Покупать кроссовки чисто ради выступления Это охуеть Не, это охуеть, ребята Это очень много денег Что с ними что-то не так Но особого значения я этому не придал Действительно, качество было спорное У них прогнулся носик Отторчали всякие нитки Какая-то херня от стельки отлетела Но носить их было вообще, в принципе, не особо удобно Так как я все эти дни был максимально загружен работой по поводу концерта То я старался сильно не загоняться по этому поводу И думал, что оно так и должно быть Все началось с ролика этого чувака Который выпустил действительно громкое разоблачение Где рассказывал о хамстве сотрудников Паленые обуви и подобной херне Когда я посмотрел этот ролик Я понял, что мои догадки были все-таки верны И что с качеством что-то не так И я отнес свои кроссовки на экспертизу Сотрудники этой компании еще до всех процедур Предварительно посмотрели на эти кроссовки И выдали личное мнение, что с качеством действительно что-то не так И я понял, что меня обманули Что у нас за перчатки такие, блядь, смешные, нахуй Это для боулинга или что? Хуйня, блядь, ебать его Давай хуй, как богатые люди живут Я просто даже не понимаю их приспособления, нахуй Для чего вот, например, эта вот хуйня Для чего это, блядь, ебать Лапти давно придумали Дальше я рассказываю людям об этом в своем телеграм-канале Но говорю о том, что нельзя подтвердить оригинальность обуви Но качество действительно говно На следующий день я запускаю еще и стрим Где рассказываю людям о своей проблеме Дав еще больший оборот этой истории И обещаю снять ролик И сейчас я разобрался во всей этой истории И готов вам рассказать Заслужена ли империя Никиты Ефремова сейчас разваливается Но для того, чтобы было все понятнее Начнем с самого начала Никита родился в Москве 12 декабря 1999 года в обеспеченной семье Отец бизнесмен, занимался недвижимостью А мать юрист и бывший судья Я не вижу смысла копаться в его личной жизни и деанонить родителей Но это нужно для понимания, что Никита с самого детства получал все, что захочет А также имел много средств и свободного времени для своего хобби Коллекционирование редких кроссовок В 14 лет он возвращается в Москву из Лондона По причине отчислений из престижной британской школы Отец был очень рад этому Даже купил своему сыну машину Kia Sportage Чтобы он сам Блять в 14 лет машину Я единственное, что получал от родителей Так это Пиздюли от нуля до 14 лет Дальше пошли ультра пиздюли, короче Это то есть на мне Ну в GTA 5 RP На мне пробовали нахуй там запретные вещи Ну короче, блять, забейте Самостоятельно ездил в российскую школу Да, вы не ослышались То есть в 14 лет он уже ездил за рулем своей машины Ты жил как Ричи Ричи в детстве? У тебя были все У меня была Kia Sportage Но мне в 14 лет отдали возможность управления в автомобиле Мы сказали, езди в школу сам То есть с самого детства родители позволяли ему Вообще не запариваться по поводу всяких универов и будущей профессии Никите нравился образ жизни его отца Он считал его очень свободным человеком В отличие от других И отец старался навязывать такое же мышление своему сыну Никита из себя любит строить дворового пацана Но я думаю это не так Потому что вряд ли себе дворовые пацаны В компанию приняли бы мажора 14-летнего на машине Хотя контакт он с ними наверняка одержал Потому что у человека реально дар Находить общее знакомство и общий язык с кем угодно И такое необычное воспитание родителей действительно срабатывает Уже в 15 лет он начинает думать о своем деле И связывает свою жизнь вокруг кроссовок Тогда не были так развиты интернет-магазины И редкие завозы собирали целые толпы богатых молодых пацанов Которые буквально дрались в очередях Чтобы урвать себе какую-нибудь редкую пару От какого-нибудь Каньи Весты Позже эти кроссовки перепродавали более ленивым мажорам Которые не хотели просто стоять в очередях Так у него начали появляться первые деньги Которые он самостоятельно заработал Стоит отдать ему должное Потому что учебу так он и не бросил И поступил на юриста в какой-то очень хороший вуз И учился параллельно своей работе Думаю вряд ли он купил диплом Потому что свои 23 года у него действительно Очень хорошо поставленная речь И отличное знание в юридическом деле Начало империи НЕ началось совершенно случайно Из-за того, что он отлично умеет Находить общий язык с людьми Он познакомился с моделью Викой Коротковой Которая на тот момент была участницей Шоу Холостяк с Егором Кридом Она попросила его помочь себе найти Какую-то редкую пару кроссовок Типа Баленсяк А взамен сделал ему рекламу И продажи пошли моментально Никита смекает как он будет двигаться дальше И как строить свой бизнес И дальше как в кино Инстаграм начал раскручиваться Люди приходили покупать кроссовки И все больше блогеров начали узнавать о нем И тогда Никита смекнул Что бартер это неотъемлемая часть бизнеса По перекупу кроссовок Объединившись со своим знакомым Он решает выходить на новый, другой уровень И представляться людям Не как знакомый, который может помочь с кроссовками А настоящий бренд Мы начали понимать, что надо делать Никита Ефремов Именем нарицательным Надо делать это брендом Дальше сам Никита нам рассказывает Что на чемпионате мира Он занимался спекуляцией Редкой юбилейной купюры Продавая ее в 3-4 раза дороже И на этом деле он заработал Несколько миллионов рублей Эти деньги помогли ему сначала Открыть физическую точку По продаже обуви А кто, блядь, такой Никита Ефремов Я, блядь, уже минут 5 смотрю, нахуй Пиздец, кто это такой, нахуй Ребят, давайте этот запрос, нахуй, продолжать или нет, блядь Потому что какой-то, пиздец, какой скучный ролик, нахуй Я ебал Я, 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 я Ну вот на тебя разоблачение сделал ДК, блядь, вот я на стороне ДК Я не ебу, блядь, что там за конфликт, блядь Что вообще за обувь, нахуй На что ее надевать Устройте, пожалуйста, соцопрос Стоит ли продолжать ролик смотреть, или ну его нахуй Ек, вафани не пойдем Не буду посадывать трафик Это некрасиво Досматриваем, нет, короче Вы кликаете, да Ну а то же, думаю, хуня какая-то Вообще не, не интересно, блядь Давайте лучше тиктоки полистаем, блядь Там много новых новостей Если еще увидим Что-нибудь